Вместе весело шагать по просторам, по просторам, по просторам. Детки будут весело шагать не только по просторам, но и по новому тротуару, не боясь испачкаться в грязи. Он появился здесь совсем недавно, благодаря гранту, который удалось выиграть территориальному общественному самоуправлению. Ходить по ровной, заасфальтированной, благоустроенной дорожке мечтали все местные жители. И детям идти, и пешеходам идти, и родителям с ребятишками ходить, и провожать надо в школу. Конечно, это нам не очень нравилось, а сейчас нас устраивает. Подниматься очень тяжело, спускаться-то легче, а подниматься тяжело. Еще бы дорогу, конечно, заасфальтировали, вообще было бы замечательно. Ну это, конечно, хорошо сделали, но еще бы вот тут асфальт бы положили нам. Если вот как с больными ногами, я здесь не хожу, мне вот здесь удобнее ходить. Хоть пусть по кочкам, но я хожу здесь, а мне прыгать неудобно. Вот, а так я рада и довольна, что нам все-таки благоустраивает наш район. Это самый кратчайший путь, соединяющий два микрорайона – мебельной фабрики и водников. И большинство местных жителей ходят именно по этой дороге. Особенно радуются появлению нового тротуара пенсионеры и дети. Если первые держат путь в больницу, то вторые – учиться. Ведь большая часть детей, проживающих в микрорайоне мебельной фабрики, учатся в четвертой школе, которая находится как раз на другой стороне моста. Неудобство было из-за погоды. То же самое же зима, было лед. Постоянно были травмы, падения. Теперь можно ходить и по ступенькам. Это очень удобно. По случаю открытия долгожданной пешеходной дорожки в микрорайоне устроили большой праздник, который был организован с помощью детских садов микрорайона и местной школы. С импровизированной сценой в этот день звучали песни и стихи. Весело было всем. Много было на празднике и гостей. И глядя на этот ваш новый тротуарчик, мне как-то вот так подумалось, не пора ли бы нам здесь и дорогу засвать. Здесь мы наблюдаем действительно проведенную работу инициативно ТОСа под чутким руководством Марьи Михайловны. Ее опыта. Она смогла инициативно выиграть грант. Мы рассмотрели бюджет для того, чтобы с осени, для того, чтобы весной именно к этому празднику Дню России сделать вот такой вот подарок нашему району. На празднике присутствовали и активисты местного отделения Республиканского общественного движения вместе с президентом. Ни одно мероприятие в городе не обходится без их участия. Сегодня с удовольствием принимаем участие в открытии Дороги Добра. И очень хочется верить, что все мероприятия, которые проводятся в Чистопольском муниципальном районе, независимо от инициатора, главное, что все акции и все мероприятия творятся во благо Чистопольской земли, во благо Чистопольцев. Благоустроенный тротуар появился благодаря территориальному общественному самоуправлению мебельной фабрики. И, как говорит его руководитель Мария Есипова, большую помощь и поддержку ей оказали местные депутаты, за что от имени всех жителей микрорайона она выразила им огромную благодарность.